Долгая дорога на север. Сначала самолетом из Красноярска в Труханск, затем вертолетом по станкам. Так здесь называют поселки, как на маршрутном автобусе. Наша остановка, то есть посадка, шестая. Там, где сесть нельзя, вертолет просто зависает над землей и бортмеханик сбрасывает провизию. Для местных все это довольно буднично. Мы же ошалело прилипли к иллюминаторам. И не сей весной безумно красив. Бахта встречает радушно. Телеканалы не сесть, здесь знают и смотрят. Да и помнят еще местные жители приключения киношников, режиссера Дмитрия Васюкова и его команды, 10 лет назад снявших фильм об этом суровом таежном месте. Есть на земле место, где нет ни автобусов, ни огромных домов. Нет милиции, нет зарплат. Там не ругают власть, олигархов, даже президента не ругают. Это место в центре нашей страны, на реке Енисей. Люди здесь надеются только на себя и спрашивают тоже только себя. За 10 лет в Бахте многое изменилось. Едва ступив на землю счастливых людей, мы с огромным удивлением обнаруживаем несколько рабочих Wi-Fi станций. Почти в каждом доме теперь есть и стационарный телефон. Связь с бахтинцем провели спутниковую. Стоимость, конечно, кусается, но однажды, вкусив прелести цивилизации, жители станка уже не смогли от них отказаться. Главные герои фильма «Счастливые люди» продолжают жить в Бахте. Писатель Михаил Тарковский недавно вернулся из Франции. Там он показывал свой новый фильм и участвовал в различных конференциях. А дома дел не в проворот. Определить на летнюю стоянку снегоход, наколоть дробь для печи. Ночами здесь еще довольно прохладно. Начистить свежей рыбы к ужину. Если раньше было ощущение независимости полной, сейчас мы почувствовали, что вот этот весь мир, такой большой, с виду, он очень маленький. И мы напрямую зависим от всего того, что происходит. И в Красноярске, и в России. От тех процессов, которые наш шарик сейчас расшатывают под руководством понятно кого, да, Соединенных Штатов Америки и мирового олигархата. Вот это все мы чувствуем прекрасно. И понимаем, что ни в какой тайге, ни в какой берлоге от этого не укрыться. Приход первого плавмагазина в поселок всегда праздник для бахтинцев. Дети получат долгожданные фрукты и мороженое. Взрослые пополнят истощившиеся за зиму запасы самого необходимого. Муки, например. Единственную пекарню в Бахте закрыли. Нерентабельно стало. Люди полюбили сами печь хлеб. В этом году радость от начала навигации у сельчан будет недолгой. Новая весна принесет к ним по течению новые цены. Зрители не обманят. Он сразу раз и поймет все, раскусит. Пока женская половина семьи Анатолия Блюми, еще одного героя счастливых людей, берет на абордаж плавмагазин, дедушку Толю оставили нянчиться с внучкой. Охотник-промысловик с огромным стажем. Он искренне делится положением дел на рынке пушнины. На всем сказывается. Цены на Соболи вот в этом году немножко подскочили. Вот сейчас последние мы сдали. Вот вроде бы немножко вот они приподнялись. А так три тысячи Соболь. Ну и вот представьте, что, допустим, даже хоть ты там 50-60 Соболей вот, да, кто-то там взял. Ну вот, 150 рублей. Как хочешь, так и живи. А что такое 150 рублей? 15 рублей, грубо говоря, там в месяц. На 15 рублей в месяц здесь на севере не сильно-то проживет. Если в магазин ходить. Ну вот река, лес спасает еще маленько так. Ветку, тонкую лодку-долбленку, технологии изготовления которой подробно показано в фильме Васякова, продолжают использовать и в наши дни. На ней удобно, например, забрасывать на озеро чучело утки. Сейчас как раз сезон утиной охоты. Отношение к технике в бахте спустя 10 лет все такое же двойственное. С одной стороны, это удобно. Бахтинцы не чураются новых японских моторов, снегоходов, квадроциклов. С другой, отмечают, что звери и птицы также привыкают к технике, начиная ее опасаться. Раньше распространенная была охота на уток из-под лодки. Вот значит, летишь на лодке, стрелок сидит, и утка поднимается, ее бьют. Особенно против ветра, когда заезжают. А сейчас ты так не постреляешь. Почему? Она только мотор слышит, она уже за 200 метров поднялась. Утки стали умные, лось стал такой же. Вот будет он по хребту где-то пастись, ты рядом проедешь, все, оно идет оттуда. Ну, не каждый, но в основном, да, уже понимает. Уже это гонг, лось его гоняли, он знает, что такое. Геннадий Соловьев, больше всего запомнившийся поклонником счастливых людей своей особой любовью к охотничьим лайкам, и сегодня занимается собаками и строго соблюдает чистоту породы. Трое сыновей Соловьева пошли по стопам отца. Старший уже порой добывает больше зверя, чем его учитель и наставник. Геннадий уже тоже дедушка. Внуков пока нет, одни внучки. Но охотничьи традиции в этой семье настолько сильны, что за продолжение династии промысловиков Соловьевых переживать не приходит. Когда я с армии пришел в 70-м году, стал выбирать место, куда уехать на промысел. А всегда, значит, вот это сейчас журнал стал такой охотой, что там читать нечего. Там начинают, как в Болгарии куропаток стреляют, да в Румынии зайцев гоняют. А раньше это вот особенно конец 50-х годов, 60-х годов. Это интереснейший журнал был, интереснейший журнал был. Но я бы сейчас много отдал, если бы такую подписку найти от этих журналов. Ну, естественно, я взял, написал туда в журнал, что так и так вот хочу быть охотником, посоветую. И мне действительно пришел ответ с такими-то адресами, в которых был Вороговский госпромхоз. Я написал туда. И в Вороговский госпромхоз там было подчеркнуто, что обратите внимание, написал. В моей жизни везло мне на хороших людей. Вот в том числе был охотовед Завадский Борис Петрович. Тогда он был молодой охотовед, ему было 28 лет в те годы. Он ответил. Приезжай. Все. Ну, конечно, он в моей охотничьей жизни сыграл такое важное звено. Потому что в нужный момент он поддерживал и советами, и морально, и практически. Так что большое ему спасибо за то дело. Научился ты-то, в общем, сам у себя, как бы на собственном опыте? Нет, нет. Сам, сам ты будешь очень долго до всего доходить. Но очень долго ты будешь до всего доходить. Если ты не будешь со старыми охотниками общаться. Но, конечно, большую книги туда-сюда, это все, они только... Вот у меня, значит, Бианки, которого сейчас забыли, Виталий и Бианки. В детстве я его, ну, все эти вот книги читал. Они только затравили меня, как подтолкнули к охотничьей жизни. Что романтика, все такое. А опыта, вот действительно настоящего опыта, это набираешься только от настоящих охотничьих мужиков. Но, да, не спрашиваешь, ходишь за ними. Если сам, мало кто тебе будет. Но если ты начнешь к нему там обращаться, там вот дядя Гурьян, там дядя Иван, вот ты мне вот это... Тебе, конечно, расскажут. Основы, в общем, тебе преподадут. Но если ты пытливый такой, стараешься к этому делу, ты что-то ухватишь, научишься. А, конечно, если будешь теленком ходить сзади там полусонной, ты ничему не научишься. Но охотничье дело, оно такое вот. Я говорю, у меня уже сколько, наверное, лет сорок будет моего стажа общего охотничьего. И до сих пор я учусь, и что-то для себя всегда новое открываю в тайге. Так что, по-моему, жил бы я 200 лет, и 200 лет бы учился. Такое это дело. Нет, нет, все секреты, естественно, что никогда никто не откроет. Что-то себе оставит какую-то заначку. Но в основном, конечно, делишься. Но если ты будешь так вот делиться, имея в виду, что там раз увидал, начинаешь, можешь оказаться и навязчивым. Спросят, конечно, да, поделишься. Ну, естественно, что, как говорится, никто последний копейку не отдаст. Всегда себе что-то оставит. Сезон хватит. Будешь беречь. Лет на 10 хватит. Вот ты как часто меняешь? Ну, раз в лет 6-7. Большие лыжи. Осенние маленькие лыжи. Те годы через 2-3. А сколько на одну лыжину нужно вот ног? Тоже, если хочешь, хорошие лыжи делать. Вот что. Это вот камус ценный самый. Вот до колена. Вот это вот место. Это уже слабое, там, особенно у задних ног. То где-то камусов 16 надо на пару лыж. Если будешь там экономить, лишь бы лыжи сделать, то 12, 4 камуса сэкономишь. То есть 12 ног? Ног. Камусов. Это 3 лось. 3 лось. Та. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Потом в тепле должен лежать? Можешь на улицу выкинуть. Но если хочешь, чтобы быстро высохло. Естественно в тепле. Долго? Ну за одни сутки не обойдешься, наверное. Потому что в сильной жаре не надо их держать. Но ты гвоздями прибил, все, ты его зафиксировал. Вот он начнет усыхать, он уже не стянется. Он же потом на лыжах сохнет когда. А здесь на характерно явно влияет тайга. Потому что если у тебя не будет настойчивости или какой-то там силы воли, ты не выживешь. У меня вот два года назад Как раз вот человек, через которого попали мне ролики эти Меняевовские Юра Прятка Написал письмо с просьбой Побыть со мной на сезоне Охотничьим Ну, чужой человек в тайге У меня были такие неудачные, как говорится, опыты Ничем они хорошим не оканчивались Ну, что-то не знаю как-то Или может при первой встрече Прятка Как-то на меня положительно Положительное впечатление произвел В общем, я дал согласие Юре И было, конечно, мне интересно наблюдать, как горожанин Тем более Когда я его расспрашивал, я понял У него воспитание Три женщины его воспитывала Естественно, что он вырос Такой Любовью облитой Женскую Ну, вот, пошли мы с ним На промысел Перед этим, конечно, проверочный был Выход в тайгу Подготовительные работы Я посмотрел на Юру Ну, как говорится, старание есть Желание есть Не нытик И мы с ним пошли на промысел Были, конечно, эти С его стороны Разные Вроде бы как Из хороших побуждений Действия Действия Всегда они Мною пересекались Притом, иной раз в грубой форме В конце концов Он мне тоже говорил Вот Про эту стихию Тайгу Тайга Туда-сюда Дескать Вот человек должен Пройти эту стихию Чтобы почувствовать себя Я его послушал Юру Меня его правильно говорит Что человек Должен Имея Который Не должен А человек Который Побыл в тайге Меняет Мировоззрение И переоценивает Себя Среди Своё Это Пребывание В обществе Но Или Специально Он мне сказал Чтобы не пугать Своих Подопечных Или Может быть Просто выпустил Из виду Я с Алексеем Александрович Полностью согласен Но только Надо добавить Чтобы человек Действительно Что-то почувствовал В тайге И себя Взвесил Ему надо Побыть одному Потому что Когда вдвоём Тем более К примеру Молодой парень Неопытный Он концентрируется На своём проводнике Он идёт И вот Всё проводник Это свет в окошке И он не замечает Почти ничего Знает Что Чисто интуитивно Знает Что проводник Не бросит Выручит И он такой Расслабленный Идёт Я вот Несколько раз Юрий говорил Что Юра Ты вот идёшь Подойди Смотрю на тебя А мысли у тебя Где-то Далёко В Москве Где-то ты там Среди своих друзей Но Он правда соглашался Со мной Не отпирался На эту тему Вот Походили мы с ним Посмотрел я Вроде бы Как он понахватался Всего этого дела Первых Первых навыков Я ему говорю Юра Давай Я тебе вот Если ты хочешь Я тебя заброшу В избушку И живи там один И ты почувствуешь Разницу Что ты Один когда в тайге Или Вдвоём Так мы и сделали Я Юру завёз Он пожил там Конечно уже Когда я его завозил Это был совсем другой человек Не тот Который Пришёл Сперва Там Вплоть до того Было Что Юра Я прихожу Юра сидит возле печки Мороз Юра там С замёрзшими пальцами Разжигает В печку Растопка Сгорает Печка Не загорается Вроде бы Всё правильно Делает А результата Нет Вот простая мелочь Человек положил В печку Дрова Засунул Растопку И дрова Положил На растопку Не колотой стороной А корой Вот Всё делает Вроде управлено А печка Не разгорается Я Юре И говорю Я говорю Юра Вот я бы не пришёл Сюда Вот Пришлось бы мне писать Твоим родителям Замёрз Ну уехал Члены из группы Но это уже Отдельная история Это была девушка Тут конечно Вопрос был очень интересный Мы с ней созвонились А я её спросил Чё я её Подтолкнула На это дело Ну она так Объяснила Что я в общем Ничего не понял Меня самого Это заинтересовало В общем Будь что будет Много у меня было В жизни Приключений Но таких Ещё не было Ну чё ты считаешь Как что запретили Красную рыбу Ну чё толку Запретили Значит я Я из него А они-то едят А ранее как жили Ранее-то Вековедский Житель Вековедский И в воду Затя нельзя А живёс У милого У матовской реки А на чем жить На чем живёс На рыбе только Правильно Да А ранее жили Вот Отцы наши Я ещё Пиздёнусом был Выйди с нового гора А на плова Эти палки Привязывали Да Чтобы якорям Не искать А привязаны Эти палочки Да ещё Тычки Стоят у них Вбиты Чтобы видно было И вот Тут три Население было Недалёк Пока русская печка топится А ящиками таскали Стерель Стерлятки эти И в русской печке Подзарят И поедят Да И всем её хватало Обозы ходили Венесейска Ранее Город Венесейска назывался На латой Возили туда рыбу А сейчас А сейчас Стерляно Сейчас её нету Отравили всё А может выловили Кого выловили И выловили Плавяску меня Привязали Где-то оттуда Санисейского Или из Косноярска И где-то с лебедя Он начинает плавать И до лебедя И всё такое Вынимают Из воды А раньше Что в деревне Можно было Официально ловить её Да? А почему Вольно было Я за Такого Такой дурочки Не было Как Как сейчас Ты несёшь Поехал Ты открыто Приехал А домой Открыто В деревне Тут никто Тебе Не будет Караулить С пистолетом Или С винтовкой Стоять А сейчас С винтовкой Стоять Караулить А сейчас Неохота В тюрьму Лезти Правильно Из-за такого Хвостика А вольного Ничего нету Неводом И то Боезда идти А берут Невод Ничего нету Северный Маяк Пишут Газеты И в газете Нет ничего Чем можно Рыбать И чем нельзя Мояк 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 Мояк